Последнее на сегодня, последнее на сегодня, еще один способ классификации кармы. Угеши Майкл сказал, если я вам сразу расскажу все способы разделить карму, у нас будут занятия по карме, напряжение трех лет подряд. Все занятия сегодня были Абидарма и завтра. Единственными исключениями за эти правила были пятое и шестое занятия. Вот эти две классификации, это тенджекиле, это очередной способ поделить всю карму на две части. Тенджекиле, это проецирующая карма, и дзогчекиле, это финиширующая карма, или завершающая карма. Проецирующая карма, проецирующая что? Речь идет о проецировании своей целой следующей жизни, то есть следующего перерождения. Абидарма говорит, что это только одна из карм в этой жизни, которая проецирует всю следующую жизнь. Какая в этом логика? Они говорят, что вся ваша жизнь имеет одно постоянство. Например, быть человеком. или быть животным, или быть духом, или быть существом удовольствия. Это не меняется на протяжении жизни. Это то, что мы называем жизнью. И как следствие, благодаря тому, что есть некое постоянство этому времени. Это означает, что есть одна карма, которая проецирует всю твою следующую жизнь. Я не помню, что это не помню, что я не помню. Я не помнил об этом из своих изучений, из я. И когда я прочитал об этом, готовясь к этим лекциям, я подумал, черт побери. Это немного страшно. Это пугающая мысль. Это одно семя? Это одно семя? Да, одно семя. Одно семя создает всю следующую жизнь. Ну, не всю, а все протяжение. Ну, как? Не один, а может быть один из жизни. Но если в случае, один продолжает всю жизнь. Но в этой жизни будет еще одна семя? Что это? Это следующая идея, но конкретно, конкретно, конкретно? Сейчас как раз об этом и будет речь. Есть идея второго типа кармы. Когда ты попадаешь в Бардо... Ну, говори про Бардо. Очень коротко. Когда ты в Бардо уже поздно. Как существо в Бардо, по сути дела твой период в пребывании в Бардо, это технически уже часть твоей следующей жизни. Когда ты умираешь, и новое семя раскрывается, которое является как раз созданием твоего существа Бардо, уже понятно, чем ты станешь. И говорят, например, что если ты идешь в ад, то ты путешествуешь кверх ногами. И в Бардо ты уже выглядишь как сожженный уголь. И мне кажется, что мы проходим в классах, в курсах 8 и 9, когда ты человек, у тебя очень светлый цвет. Когда ты существо удовольствия, то ты золотистого цвета. В Бардо. В Бардо. Таким образом, ты не сидишь в Бардо и думаешь, о чем бы мне стать. Это не так. Но другие школы не принимают, что это только одна карма. Они говорят о том, что самая мощная, сильная карма на протяжении всей твоей жизни, это та, которая наиболее вероятно прорастет и спроецирует всю твою следующую жизнь. Проецирует тебя в Бардо, определяет свое тело Бардо и следующее перерождение. А может быть коротко тогда я про Бардо, а что это такое? Can you briefly talk about Bardo? Что это? What is it? The word Bardo means in between. Слово Bardo означает между. Чистились? Не знаю, что такое чистились. Я тоже не знаю, что такое чистились. Это переход. Это место перехода. Ну вообще, Маша, в Дзёгчин там вообще жизнь тоже Бардо. То есть Бардо это просто что-то между... Сейчас не надо. Бардо это промежуток между двумя перерождениями. Бардо это вообще промежуток. Хорошо? Межуток между двумя перерождениями. Да. Бардо означает между. Между. The word Bardo in German we have only one word which is zwischen. Which is what? Zwischen. Zwischen. Which means in between. In between. In between two things. В немецком слове есть, в немецком языке есть слово zwischen, которое означает между двумя вещами. Like... Okay. Промежуток. This one is between these two. This one is between these two. This one is between these two. That's what about Bardo. That's what about Bardo. And... We talk about it more... And actually, I think the only time we talk about it is in ACI 8 or 9. Мне кажется, об этом мы говорим больше то ли в ACI 8, то ли в ACI 9. Смерть и сфера существования это ACI 8. Вот именно там подробно разбирается Бардо. Ну нет, потерпи. В 9 это Вина́я, я надеюсь, да. В 9 это Вина́я. В 9 это Вина́я. В 9 это Вина́я. В 9 это Вина́я. Давайте дождёмся в 8 и углубимся в детали Бардо. Давайте поговорим про Dzogcha-kile. Давайте поговорим про Dzogcha-kile. О завершающей или заканчивающей карме. Есть прекрасный пример, цитата из Абидармы, там говорится о том, что первое Пенджа-Киле Это как главный художник, который рисует картину, он рисует всю канву, а дальше его помощники, его ассистенты, они уже разукрашивают и предрисовывают детали портрета. И дзокча-Киле, завершающая или финиширующая карма определяет детали кармы твоей следующей жизни. То есть проецирующая карма определяет общие параметры, а финиширующая карма определяет множество деталей. Рич, poor, accidents, boyfriends, girlfriends. Богатые, бедные, аварии, boyfriend, girlfriend, и так далее. Как вы думаете, дзокча-Киле это одна карма или много карм? Блот. Это много карм. Вторая часть... Геша-Майкл также прокомментировал на тибетском книге Мертвых. По поводу тибетской книги Мертвых. Он говорит, что по словам высоких лам, некоторые части этой книги не верны. Момент смерти это очень сильный момент. Я вам рассказывал про свои ощущения, когда у меня была простуда. Возможность сконцентрироваться и иметь ясную мысль очень затрудняется. Когда ты умираешь, в соответствии с канонами буддизма, база, на основании которой ваш мозг, ваше сознание верно правильно работают, слопываются. Все вот это электричество, оно как бы перестает течь. По-немецки мы называем это коротким замыканием. И идея о том, что ты можешь какую-то ясную мысль держать в этот момент времени, без обучения, предварительной подготовки, очень маловероятно. Как бы это можно было сделать? Я не могу это делать, даже когда у меня простуда. Это очень тяжелый, очень мощный момент. Гораздо лучше увидеть, иметь прямое восприятие пустоты до. Давайте посмотрим четыре примера проецирующей и завершающей кармы. Что могло бы быть хорошей проецирующей кармой, но плохой финиширующей кармой? Сначала начали за драйвия, окончили за упокой. То есть можно родиться человеком, богатым, а закончить там свои... какими-то тяжелыми убийствами, там еще что-то, бедностью, нищетой. Какие-то тяжелые пустоты. Или вы говорили, что существа наслаждения, они обречены упасть в ад. И что? Ну, что у них нет возможности делать карму, потому что они раскопают свою хорошую и... не совсем так, потому что оказаться в аду будут уже новые проецирующие кармы. Хорошая проецирующая карма действительно хороший пример, который родился человеком, богатым. Но плохая завершающая была бы, да, человек, но все время болеешь. А плохая проецирующая и хорошая финиширующая карма? Аминь. Родился собакой, а потом спожжить человеку. Не, ну другая. Здорово. Хороший пример. Ты домашнее животное. Особенно те, которые живут в этом доме. Точно очень хорошая финиширующая карма. Аминь. Чарита. Да. Потому что обычно, в этом доме, в этом доме, в этом доме, есть два основных основных лейтмотива. Когда это животное, есть два основных лейтмотива. Страх. И дамы. И скука. Почему ты не можешь никогда прикоснуться к рыбе в реке? Почему нельзя прикоснуться к птичке, которая летит? Потому что они боятся. А потому что они боятся, что вы их съедите. И вполне обоснованно. И вполне обоснованно. Аминь. Аминь. Потому что животные или боятся, или спят. Очень редки моменты, когда они между этими двумя лейтмотивами. Они очень редки. В домашних животных находятся в очень привлекированном положении. Аминь. Слушайте, а как кота вывезти домашнего влючит? Аминь. Аминь. Ну я реально об этом думаю. Есть какие-то способы помочь? Дать ему возможность создавать хорошую корму. Дай ей возможность тебе служить. Не, не, не. Если она делает тебя счастливой, она уже сажает хорошую корму. Я обожаю животных. Я не говорю, что животные полосы. Мы все когда-то были любым животным, которое вы можете себе представить. Поскольку если верить, что у нас бесконечное число переживаний, то мы были всем бесконечное число раз. Получается, что если когда я создаю, то есть если я стану бодхисаттвой, достигну просветления и в этой жизни будет со мной кот рядом, то соответственно его вероятность того, что в следующей жизни он родится человеком, то все хорошо у него будет. Да? Да. Третье. Третье. Родился в Аду и мучился. Родился с собракой. Всех кусал. Злобствовал. Пример из Писания, родился в Аду и застрял там. А как выйти? Можно вопрос? Из Ада. Из Ада. Нет, из Ада. Что надо? Как они могут накаплять на суд? Основная проблема в Аду это то, что ты не можешь там накапливать добродетель. Просто заканчивается плохое семя. Надо просто ждать. Надо ждать. Надо ждать. Пока все семена плохие. Терпеливо. Мы это... Мы это... В восьмом ACI 8 будет Ад. Разбираться. Существуют разные сферы. Разные миры. И это... Я знаю, что это звучит странно. Ады, которые мы не можем видеть. Как я уже сказал, что в буддизме не положено использовать аргументацию, которую твой оппонент не может принять. Но чем больше ты начинаешь понимать карму... Прошлые выходные ты спросил, а почему мы не помним нашу предыдущую жизнь? И я думаю, что это... Существующая защита. Да, ты не можешь жить человеческую жизнь, если ты не помним нашу предыдущую жизнь. Потому что ты не можешь жить человеческую жизнь и помнить всю свою прошлую жизнь, потому что ты просто сойдешь с ума. Невозможно делать и то, и другое. Жрать человеческую жизнь с такими сознаниями, как у нас. И одновременно с этим помнить... О том, как мы были голодными духами, страждущими духами, и в аду, и бесконечное количество жизней... На тот момент, когда это всё к тебе придёт, а ты находишь, а ты являешься существом страданий, ты просто теряешь разум. Но хорошая новость... Хорошая новость... Мы с Вами на занятии кармой. Требуется очень большое количество заслуг и добродетелей, чтобы сюда попасть. Для Вас. И мы с Вами поговорим о том... Говорят о том, какова вероятность родиться человеку. Особенно если понимать бесконечность времени. И надо попробовать понять, что значит бесконечное время. Безначало. Безначало. Предполагаю, что шансы примерно сравнимы с тем, как если бы мы представили себе всю планету, покрытую водой. На поверхности этого бесконечного бескрайнего моря плавает деревянное вот такое вот кольцо. Спасательный круг. Спасательный круг. И слепая черепашка, которая живет в этом океане... И раз в сто лет эта слепая черепашка всплывает, чтобы вздохнуть глоток воздуха. После этого опять погружается. Вероятность родиться человеком сравнима с вероятностью того, что эта черепашка всплывет ровно посередине это кольцо. Спасательный круг. И тогда мы с вами подходим к четвертому пункту под названием... Всего лишь 100 миллиардов лет. Четыре примера мы проходим. Начали. Котейная медитация. Котейная медитация. Четвертый круг. Тартук. 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 Если вы когда-нибудь поймёте по-настоящему ценность того, что вы человек... Радость только одному этому факту, что вы так далеко забрались... Только этого одного достаточно, чтобы достичь просветления. Так же говорят, что если вы обнаружили себя на занятии типа вот этого... Это как будто бы кто-то выстрелил миллиард лет назад. А цель — это лист бумаги. Пуля уже миллиарды лет путешествует. Иметь человеческую жизнь. Родиться на планете, на которой родился Будда. Родиться на планете, на которой Будда родился и преподавал. Потому что люди не понимали. Родиться человеком на планете, на которой родился Будда, на которой он преподавал. И где его учения всё ещё живы. И где его учения всё ещё живы. С точки зрения книг. И информация всё ещё доступна. И информация всё ещё доступна. Родиться на планете, на которой Будда родился и преподавал. Учения всё ещё живы. Учения всё ещё доступны в виде книг. Учения всё ещё доступны в виде книг. Учения всё ещё доступны в виде людей, которые это всё практикуют. Что на самом деле совершенно другая история. Будет родиться человеком на планете, на который приходил Будда. Преподавал. Материал всё ещё доступен. Люди всё ещё практикуют. И вам ещё это интересно. И вы начинаете это практиковать, и вы живете в стране, в которой это не запрещено, и вы начинаете практиковать. В общем, быть в таком классе, как сегодня вы находитеся, это пуделин для пульта, достигающего лица, и вы нажали на пульта. Какая-то пульта пристает пульту, и начинает идти так. Не запрещено, но так. Вероятность этого похожа на то, что пуля, наконец, через миллиард лет долетела до этого листа бумаги, и вот уже начала его сминать, но еще не прорвала бумагу, вот это вот похоже на это. И остановилась, да? Нет, просто у нас такое медленное движение. Нет, просто это вот сравнимо с тем моментом, когда пуля долетела до листа бумаги, и вот его уже смяло, но еще бумага не порвалась. Подождите мгновение. Это вот из Селеда Реналдии. Это вот в Даймонд Маунтен, в Алмазной горе, говорят, что вот мы с вами находимся в этом моменте, вы находитесь каждый в этом моменте, для себя. И я чувствую, что это так. И все равно бумага должна порваться, если она не порвется, вам все это безразлично и не поможет. С пуля же сильнее бумаги, она по-любому должна порваться. А? С пуля сильнее бумаги, она по-любому ее должна порвать, если мы в этом месте. Моя лама, она всегда говорит, что я все еще могу пойти назад. И я говорю, как? Может быть. Перед тем, как ты имел прямое восприятие пустоты, ты можешь потерять семя. Давайте все-таки попытаемся завершить на хорошей ноте. Спасибо большое за сегодняшний день. Большое спасибо, Елена Дмитриевна, за место. Спасибо. 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 Пусть это место будет освящено навсегда. Пусть это место будет освящено навсегда. Спасибо за учение. Спасибо за учение. Спасибо за учение. Мы помолимся, а завтра прочитаем молитвы, а завтра у нас будет еще два занятия. И также завтра будет церемония принятия обетов. Наташа берет обет свобода. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok